Добрый вечер, в эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Отсроченные симптомы. Костюмер театра Пушкина скончалась через неделю после укуса клеща. Отозвать разрешение на строительство этого дома и на этом месте построить сквер. Все. Общественное слушание по застройке микрорайона «Солнечный». Дело едва не дошло до вызова полиции. Муж у меня с многодетной семьи. У них 9 детей в семье. В ожидании восьмого ребенка. Как семья Барсуковых победила в конкурсе «Семья года». Как спасти себя во время паводков. Рубрика прогнозы МЧС. Красноярка скончалась после укуса клеща. Несчастный случай произошел с костюмером театра Пушкина Марией Уливановой. Коллеги рассказывают, все случилось на гастролях в Екатеринбурге. Мария вместе с мужем отправилась гулять в Дендрарий. Там девушка укусил клещ. Укус быстро заметили, клеща сдали на анализ. И выяснилось, что он переносчик барлиоза. Марии выписали таблетки. Ей стало легче. Театр вернулся в Красноярск. Доиграли сезон. Девушка чувствовала себя хорошо. Но два дня назад ей внезапно стало хуже. Она впала в кому и спустя сутки скончалась. В Роспотребнадзоре сообщают, на прошлой неделе с укусами клеща обратились почти 1600 красноярцев. При этом 28% исследованных паразитов оказались заражены барлиозом. У почти 1% членистоногих нашли энцефалит. Следователи проверят действия полицейских, которые якобы не отреагировали на сообщения о маленьких детях, живущих на улице. Сейчас сотрудники ведомства уточняют всю информацию о несовершеннолетних ребятишках, найденных во дворе на Калинина. Также следователи устанавливают местонахождение их родителей. Как выяснилось, семья проживала в Казачинском районе. В Красноярск приехали на заработки и жили у знакомых. Напомню, маленьких детей нашли лежащих на старом выброшенном диване на улице. Позже их обнаружили сотрудники полиции в доме по Нацемлянской. По словам соседей, детей было трое, но по информации полиции, они изъяли только двух детей – девочку 5 лет и мальчика 2 лет. Они жили в деревянной пристройке на участке чужого мужчины в антисанитарных условиях. Надо также посмотреть на ребятишек, посмотреть, сколько им лет, сейчас узнать, какое их состояние здоровья, где они находятся, кто за ними присматривает. А также необходимо будет установить тех должностных лиц, которые не проследили за ситуацией, в результате которой семья неблагополучная оказалась в таком положении, что дети без присмотра. Если вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми, то вам следует обязательно обратиться в полицию, говорят следователи. Для таких случаев есть горячая линия «Ребенок в опасности». Для абонентов Красноярского края на телефоне нужно набрать 123, либо позвонить по номеру 268-04-95. Застройку микрорайона «Солнечный» обсудили на общественных слушаниях. И дело едва не дошло до вызова полиции. Напомню, вопрос о строительстве школы и детского сада в третьем микрорайоне подняли после того, как местная жительница Ксения Бессонова дозвонилась на прямую линию с президентом. Почему люди сорвали голоса на обсуждениях и не хотели пускать голосующих к урне, знает Алена Крашенинникова. Нам нужна школа, детский сад и сквер, а не каменные джунгли. Об этом Ксения Бессонова пару недель назад заявила президенту, попав на прямую линию. И, конечно, на этих обсуждениях ей не могли не дать слова. Аплодисменты – это поддержка ее соседей, которые устали смотреть окна в окна и возить детей на учебу через весь город. Такое ощущение, что жителей микрорайона нашего просто не слышат. У нас там действительно уже каменные джунгли, у нас нет зон зеленых абсолютно. Нужна школа, очень срочно нужна, вы понимаете или нет. Столько детей, молодой район. Обсуждения получились болезненными. Местные жители, срывая голоса и без микрофона, засказывали застройщику Альфе все обиды. Разговоры зашли за рамки проекта. У нас на данный момент только на 60 лет образования в СССР вот этот единственный, где мы все ездим. Сейчас вы еще строите вот этот дом и все. 36-й дом всю осень и всю зиму сидел без горячей воды. Объясняю почему. Три года уже, да, не хватает гидравлики. Дома достроили, но трехвардальные сети не поменяли. Можно сначала устроить дороги, социальные объекты, а потом продолжить, то есть приписки, то есть в этом доме. Сам же застройщик дал ясно понять, не будет новых домов, не будет ни детсада, ни школы. Ему, мол, это невыгодно. Но количество желающих спросить за бесконечные стройки, отсутствие инфраструктуры и образовательных учреждений не заканчивалось. Застройщик нервничал. Модератор просто стал забирать у жителей микрофоны. И кочевать микрофон начал к другой половине зала, которая настаивала принять план как можно быстрее. Сначала, признаюсь, я даже не поняла в чем дело, а потом... Обратите внимание, не хлопает на видео только часть зала. А вот те, что аплодируют предложению, давайте быстрее примем проект, по заверениям жителей сотрудники Альфы. Те же мужчины, которых они ежедневно видят на стройке у дома. У них нет прописки в этом районе, их на слушаниях быть не должно. Но в руках каждого доверенность. И, конечно, жителям это не понравилось. Каким образом комиссия будет определять, являются они собственниками или нет? Я вам сейчас сто выписок принесу, копий. Вы как их проверите? Вот они и сидят все их лопают представителю Альфы. Ну о чем вы говорите? Уставшие от руганий и перепалок жители в душном зале, как только объявили голосование, ринулись к урне. В прямом смысле слова, они закрывали ее телом, чтобы туда не попали лишние голоса доверенных лиц Альфы. Почему вас не в хапать? Почему вас не в хапать? Почему вас не в хапать? Я с вами на выезд. Я с вами на выезд. Где наши документы? Где документы? Я залегиваю вас, брат. Где документы? Где документы? Почему? Я не в хапать. В конечном итоге, если план примут, школа появится в 2023 году. Сад тоже достроят. Голосовали жители из-за сквер вместо одного из домов. Но пройдет ли это предложение, неизвестно. Сейчас голоса собрали, их будут анализировать и просчитывать в департаменте градостроительства. А вот окончательное решение примет глава города. Правда, когда это случится, неизвестно. Алена Крашенинникова, Сергей Малафеев, Новости ТВК. Из колонии-поселения в Нижне-Ингашском районе сбежал вор-рецидивист. Об этом сообщает Краевой ГУФСИН. Сбежавшего зовут Тимофей Рябцев. Ему 31 год. Он осужден за кражу на 3,5 года. Полицейские говорят, мужчина легко входит в доверие. Правоохранительные просят помощи в его поиске. Вот приметы сбежавшего. Рост 195 сантиметров среднего телосложения. Лицо овальное, лоб высокий, нос прямой, рот большой, губы полные, глаза голубые, короткие светлые волосы. Есть татуировки на правой и левой кистях рук, а также на левом предплечье. Особые приметы. Шрам от порезов на левой руке. Всем, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам. Они сейчас на ваших экранах. День семьи, любви и верности в этом году масштабно отметят в Красноярске. 8 июля на Левобережной набережной красноярцев ждет большой фестиваль. Гости праздника смогут нарисовать семейный портрет или написать письмо любимому человеку. Здесь откроются около 20 тематических площадок. Организаторы рассказывают, что продолжат полюбившуюся городскую традицию и наградят медалями пары, которые прожили в браке более 20 лет. В завершении праздника гости смогут посмотреть семейное кино на открытом воздухе. Мероприятия начнутся в 6 вечера. Здесь каждый красноярец, который верит в то, что Красноярск – это большая и теплая семья, может прийти со своими любимыми, близкими, друзьями, со всей своей семьей, с детьми и прекрасно провести вечер. Все, кто верит в любовь, все, кто верит в теплые семейные отношения, милости просим к нам на праздник 8 июля. Красноярская семья Барсуковых стала семьей года. Молодые родители сейчас воспитывают семь детей, и скоро у них появится восьмой малыш. Награждение победителей конкурса «Семья года» сегодня проходило в Красноярском большом концертном зале. Секреты крепкой семьи и воспитания детей узнавала сегодня Кузьмина Анна. Маленькая Алиса хвастает любимыми игрушками. Имя она делится с братьями и сёстрами. Пока у неё их семь. Но скоро у Алисы появится ещё один братик или сестричка. Многодетные родители Алена и Вадим рассказывают, что в браке они уже 15 лет. Вадим всегда мечтал о большой семье, о чём регулярно говорил возлюбленная ещё до замужества. Муж у меня с многодетной семьи, у них 9 детей в семье, кровных, 6 братьев у него и 3 сестры. И он всегда хотел много детей. Когда я выходила замуж, он меня настраивал сразу, что детей у нас будет много. Я, конечно, не думала, что столько много. Я, потому что с семьей у нас двое детей. И это постепенно, наверное, приходило. Мне, честно, с двумя детьми было тяжелее, чем сегодня в семью. Вот как-то так. Поэтому постепенно, постепенно, с появлением каждого ребёнка, ты как-то вот… Как мама говорит, после четвёртого ты перестаёшь их уже как-то вот считать, и они становятся естественным таким процессом твоей жизни. Троих детей Алена и Вадим усыновили. Самому старшему из детей уже 20 лет. Секретом успеха дружной семьи делится одна из дочерей – Алина. Говорит, у каждого в доме и во дворе свои обязанности. Например, Ян любит ухаживать за перепёлками, а сама Алина в свои 11 контролирует порядок в игровой и периодически на кухне. Но есть и второй секрет, который многие не знают. Каждый день ссоримся, дерёмся, и у нас каждый день ссоры. Потому что в большой семье каждый день надо ссориться. Это просто какой-то закон. Всегда что-нибудь из-за фломастеров, из-за конфетки, из-за компьютера. Кто-то хочет посмотреть одно, а кто-то другое. Сегодня Алена и Вадим стали победителями в номинации «Многодетная семья». Александр Ус вручил победителям благодарственное письмо и книгу, в которую включена история их семьи. Откровенно говоря, не совсем понимаю, как можно измерить крепость семейных уз, широту души, человеческого счастья. Но, тем не менее, вот это движение, этот конкурс является очень правильным и благородным делом. В этой же книге есть ещё одна история. История золотой семейной пары дворецких. Мария и Михаил живут вместе уже 62 года. У них четверо детей, семь внуков и два правнука. Мы в школе ещё учились, в седьмом классе, даже стыдились. Не как сейчас мальчики и девочки, а мы стыдились один одного. Мы же рядом жили, деревня. Они приехали, все, много парней, девочек. Ну и он всё-таки подошёл и пригласил. Ну и мы, в общем, подружили немножко и поженились. В этом году заявки для участия отправили 122 семьи. Победителями стали 10 из них. Две семьи уже скоро поедут в Москву, чтобы принять участие во всероссийском конкурсе «Семья года». А тем временем вся Россия будет праздновать День любви, семьи и верности уже в понедельник. Анна Кузьмина, Евгений Иванов, Новости ТВК. И вот история совершенно другая. Выгоняли на улицу с семью детьми. Жительница Красноярска едва не осталась без крыши над головой. Её муж попал в аварию и оказался нетрудоспособным. Семья не смогла платить взнос по ипотеке, и кредиторы подали в суд. Помогли девушке в общественной приёмной. Подробности доброй истории в репортаже далее. Эти белые пять хризантем Лаурина сегодня принесла тёте Марине, а точнее Марине Добровольской, которая, как говорит малышка, спасла их дом. Её мама Ольга рассказывает, у них с мужем семь детей и маленькая квартира в ипотеку. Но глава семьи попал в аварию и на работу временно выходить не смог. Не смогла семья внести и взнос по ипотеке. В итоге кредиторы подали в суд, несмотря на то, что семья всё-таки пыталась выплатить долги. Платить было нечем. Ну и в общем банк подал на нас в суд, то есть чтобы о выселении. Вот я не знала просто куда обращаться, я обращалась везде. Мы остались, слава богу, в ней, да. Нас выселять сейчас не будут, получается. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и что, всех привезла? Ну, смотри. Эта семья уже стала родной в этой комнате. Добровольская радуется их победе как своей. Но Марина Ивановна теперь семью не оставит, поэтому мотивирует и маму, и взрослого Дениса, и маленькую Лауру. Даже пошутила, когда за восьмым. Всё это время смущённая мама держала руку у живота, мелькнула даже мысль. А вдруг и не шутка. Восьмой будет ребёнок? Будет. Если восьмой, то будет всё-таки крёстный. Будет Марина Ивановна. Да. Если она согласна, будет, конечно. Я согласна. Крёстный? Да. Запросто. Да вы что? Ну, тогда ты, слушай, мало того, что ты взвоишь эти, ты взвоишь, потому что я с вас не слезу. Вы будете все по пять кружков посещать? Приходит в общественную приёмную с разными вопросами. Как устроить ребёнка в лагере или как не лишиться своего бизнеса. А некоторые идут со слезами на глазах, как Игорь Новосёлов. Он просит сегодня не за себя. Говорит, встретил девочку в деревне. Семья над ней издевалась. Решил взять опеку над ней. Стало жалко. Вот и пришёл просить помощи. Скиталась по деревню. Отбил чист. Ввёз незаконно. Не стерпится соль защиты. Я сменю место жительства. Просто через другой район я их заберу. Работает общественная приёмная каждую первую и третью пятницу месяца. С половины девятого утра до последней проблемы, которую горожане озвучивают в кабинете. Алена Крашенинникова, Виталий Субботин. Новости ТВК. Завершилась вторая неделя приёмной кампании для абитуриентов вузов. И в этом году самое большое количество бюджетных мест за Уралом в институтах Сибирского федерального университета. Какие профессии всегда востребованы у работодателей нашего региона? В сюжете далее. Я буду геологом. И эту профессию я даже очень люблю. О том, каким должен быть настоящий геолог, у Антуана из Гвинеи свои представления. Он вместе с группой земляков приехал постигать тонкости горной профессии и полгода готовился к поступлению в СФУ на подготовительном факультете. Это несложно, когда очень. Когда я приехал даже по математике, например, у меня был не такой сильный уровень, но у меня было желание учиться. И я стал один хороший студент. Я благодарю мою преподавательницу. Антуан вернётся работать на родину, а красноярских студентов уже с первых курсов разбирают будущие работодатели. На рынке вакансий запросы от металлургической отрасли всегда в топе. Добывающие строительные компании остро нуждаются в красноярских выпускниках. Пока спрос примерно в пять раз больше предложения. Порядка 50% мест – это естественно-научные и инженерно-технические специальности. И здесь, интересно, так наблюдается небольшой дисбаланс между выбором абитуриентов и выбором работодателей. Сегодня наши студенты с самого первого курса, с самого первого дня обучения чувствуют заботу и внимание компаний-партнёров. Это выражается в корпоративных стипендиях, которые являются дополнительными к академической стипендии. Это гарантированные места оплачиваемых практик. Это трудоустройство. И на старте наши выпускники получают зарплату в среднем выше, чем средняя зарплата по региону. Более 5000 месторождений полезных ископаемых открыто на территории региона, и поэтому экологи, инженеры, строители, геофизики, металлурги и материаловеды с высшим образованием крайне востребованы. Причём не только в крае, а в целом по стране. Мария Бухтуева, Валентин Тропин. Новости ТВК. Советнику губернатора края Антону Натарову продлили домашний арест ещё на три месяца. Заседание прошло накануне в Железнодорожном суде. Защита просила изменить меру пресечения на подписку о невыезде, но судья решение отклонил из-за того, что Натаров может оказать давление на других фигурантов дела. Напомню, Антона Натарова задержали 15 марта, его подозревают в мошенничестве. По данным ФСБ, подконтрольные ему фирмы заключали договоры с бюджетными учреждениями, свои обязанности не выполняли, а деньги получали. Ущерб лишь по одному эпизоду превышает 4 миллиона рублей. Обыски по этому делу прошли в трёх регионах России. Силовики приходили с обысками в Красноярский офис ЛДПР, а также в редакции подконтрольных СМИ Делару и Ньюслаб. 52-й автобус поедет по новой схеме движения, а в Свердловском районе горячую воду дадут раньше срока. Все подробности в рубрике «Новости коротко». 52-й автобус теперь будет ездить по-другому. Схема движения изменится только в направлении от мясокомбината и только в центре города. Маршрут следующий. Улица Горького, проспект Мира, улица Просоюзов, Красная площадь, Робеспьера, а также улица Карла Маркса и далее по своей схеме движения. Добавятся 4 новых остановки. Это улица Робеспьера, музыкальный театр, Красная площадь и органный зал. В обратном направлении схема движения не изменится, и все изменения начнут действовать уже 13 июля. Жители Свердловского района можете убирать свои кипятильники. Сегодня вам дадут горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе СГК. Пока она будет чуть прохладнее, чем обычно, воду раньше срока дадут на улицах Базарная, Бавилова, Затонская, Капитанская, Кольцевая и других. Полный список есть на нашем сайте tvk6.ru, а вот в других районах воды пока нет. Ее дадут до 10 июля. 40 933 человека именно столько приехало в наш край с начала этого года. Около 11 тысяч – это жители других регионов России, 6 тысяч – это жители иностранных государств, и 23 тысячи – это так называемая внутрикраевая миграция. А вот уехали из региона 40 741 человек. Таким образом, у нас в крае впервые с прошлого года наблюдается прирост численности населения на 192 человека. Красноярцы отпраздновали День пиона. Цветочная ярмарка под таким названием прошла сегодня в сквере Пушкина. Пионы различных сортов представили более 20 садоводов-любителей. Король сибирского сада – так называют пион-дачники. Как рассказывают садоводы, это один из любимых цветков горожан. Это красивое и неприхотливое растение. Пионы может вырастить даже неопытный цветовод. Главное – правильно растение посадить. Пион садится в осень. Осенью покупаете корневище с почечками, садите его. Но года два подождать, наверное, до цветения. А потом все, он будет много лет на одном месте. Борьба со свалками на мусорных площадках продолжается. Сейчас региональный оператор меняет за свой счет ветхие металлические баки на новые пластиковые европейского образца. Подробности в нашем сюжете. Новые современные евроконтейнеры вместо старых и ржавых мусорных баков. Так сейчас выглядят большинство контейнерных площадок Академгородка и частично студенческого. Жалобы от жителей на ужасное состояние баков поступали постоянно. Но управляющие компании, хотя именно они обязаны следить за порядком, никак не реагировали. Решение проблемы взял на себя левобережный региональный оператор по вывозу отходов. Мы предлагали и как в реализацию, в рассрочку, в аренду и даже в передачу просто на ответственное хранение без оплаты этих контейнеров. Но на текущий момент отклика мы не получили. И решили для того, чтобы минимизировать количество обращений, не нагнетать больше здесь обстановку, потому что она была напряженная, на текущий момент своими силами провести замену контейнерного парка. Порядка 50 контейнеров на текущий момент по контейнерным площадкам Академгородка установлено. Главное преимущество новых контейнеров – большой объем и совместимость с современным оборудованием. Для районов, оборудованных новыми евробаками, используются мусоровозы задней загрузки. И они позволяют вместе с бытовым вывозить и крупногабаритный мусор. По закону у нас следить за мусорной стоянкой должен собственник земельного участка. Получается, управляющая компания ответственность на себя не берет по ее содержанию. И муниципалитет говорит, что по сути это мусор жителей многоквартирных домов и тоже обслуживать эту стоянку не хотят. И в итоге мы видим, что контейнеры ржавые, дырявые, их очень не хватает. И территория, прилегающая к мусорным стоянкам, выглядит очень печально. 55 современных баков европейского образца стоимостью 1 миллион 100 тысяч рублей. Региональный оператор передал в пользование безвозмездно. Алина Малиева, Валентин Тропин, Новости ТВК. Какая погода ожидается на выходных и что делать в случае паводков? Об этом расскажет заместитель начальника главного управления МЧС по краю Валерий Терешков. Он сегодня, кстати, именинник Валерий Ильич. С днем рождения вас и вам слово. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые красноядцы. Июль достаточно спокойный период для метеозависимых людей. Первое магнитное боли в июле в среднем по силе 5-6 баллов ожидается 7 июля. Предупреждаем метеочувствительных и водителей. В субботу и в среду мы ожидаем дождь, грозу, возможен град и сильный ветер. При грозе и сильном ветре возможно водительное отключение электроэнергии. С понедельника дожди прекратятся, будет тепло до 28 градусов исключительно. Вместе с тем мы ожидаем в отдельные дни усиление ветра. Напоминаем, что в крае действует особый противопожарный режим, а со 2 июля ведем режим ЧС в лесах. Разведение открытого огня в лесу строго запрещено, штраф до 5000 рублей. Напоминаю, в крае действует 172 лесных пожара на площади более 225 тысяч гектаров. В Ангарской группе районов 4-й, 5-й класс пожарной опасности. При обнаружении лесного пожара звоните по телефону на Велесоохрану или на горячую линию Главного управления МЧС по Красноярскому краю. При локальных ливнях и грозах в Красноярске возможно подтопление улиц. Во время локального ливня две недели тому назад в городе были подтоплены участки 33 улиц. А на прошлой неделе, в воскресенье, также были подтоплены участки на 10 улицах. О сложных участках на дорогах можно будет сообщать на телефон доверия Главного управления или в ГИБДД. А телефон у вас на экране. Также самые часто подтопленные улицы, то же самое на экране. Кроме того, во время сильного дождя существует риск кратковременного подтопления пониженных участков местности и подводить жилдомов. Предупреждаем жителям частных домов, стоит помнить, что при угрозе подтопления необходимо собрать документы, ценности, покинуть помещение, передать, пока спадет вода, безопасно в повышенном месте. Поднять все вещи в доме, которые могут тонуть, отключить газ, электричество и закрыть окна. Уважаемые красняцы, предупреждаем, если вам поступило оповещение о возможности подтопления, не думайте сказать, что это дезинформация. Это действительно так. И принимайте соответствующие меры. С ежатской жаркой погодой мы ожидаем массовый выезд людей к водоемам. Кроме того, 7 июля традиционный праздник Ивала Купала. Предупреждаем. Вместе с тем, каждую неделю происходит гибель людей на воде. В прошедших выходных утонуло 6 человек, к сожалению, из них один в Красноярске. Но вместе с тем, мы информируем те, кто поедет на воду в Хакасии. Там открыты 23 пляжа, 14 из них на озере Белё, Туз, Шира и других. Все пляжи соответствуют санитарным нормам. Температура воды в озерах до 20 градусов. Вместе с тем, мы ожидаем массовый приток отдыхающих. Уважаемые красноярцы, при посещении пляжей в Хакасии будьте взаимовережливы и осторожны. И также предупреждаем. Вода в городе Красноярске неудовлетворительная. В Минусинске выявлены случаи бешенства домашних собак. За июнь 6 случаев. Еще один случай зафиксирован в Емельяновском районе. Уважаемые красноярцы, будьте осторожны. Не подпускайте детей к бродячим собакам и кошкам. А также не кормите сусы, кафелис, новосавидатор. Животные могут быть заражены бешенством. И еще раз, уважаемые красноярцы, напоминаю, мы уже об этом говорили, о том, что зафиксированы новые случаи выхода медведей к людям. В Большой Высском районе агрессивный хищник задал две коровы. Будьте осторожны при выезде на природу. В Красноярске и в Удачину, в заповеднике столбы, в районе Мининских столбов, в караульной пещере. Там ранее неоднократно видели медведей. Уважаемые красноярцы, смотрите прогноз возникновения человеческой ситуации на канале ТВК в это же время. До свидания.